МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в селе Скоровка Прохоровского района. В моих рукав фотография, которая была сделана 14 июля 1943 года, вот в этом селе, офицером для особых поручений подполковником Гапочкой. Сделал эту фотографию через двое суток после знаменитого контрудара войск Воронежского фронта под Прохоровкой, где ключевую роль должна была играть 5-й гвардейской танковой армии под командованием генерала-лейтенанта Ротмистрова. К сожалению, как известно, контрудар не увенчался успехом, и вины в этом ни командования, ни самой армии не было. План контрудара к моменту его реализации уже не соответствовал оперативной обстановке. К сожалению, в тот момент ситуация только начинала проясняться, что это начало большой победы советских войск под Прохоровкой. И в этот момент в штаб армии впервые после контрудара приезжает представитель руководства фронтом. Член военного совета Хрущев, первый заместитель командующего фронтом Апанасенко, командующий бронетанковыми войсками фронта Штивнев. Они приехали уточнить оперативную обстановку и выяснить причины неудач. Фотография уникальна не только тем, что это один из редких снимков периода Прохоровского сражения. Но и то, как фотограф интересно ухватил момент настроения, трагизм ситуации для командующего. Молодой, перспективный генерал, герой Сталинграда, награжденный Орденом Суворова 2-й степени, которому Сталин поручил первому формировать танковую армию однородного состава. Сжатые руки, вытянутые струнку и чуть наклон головы говорит о высоком напряжении человека. Он формально отвечает за все. И за победу, и за неудачу. Надо сказать, что в дальнейшем и Хрущев, и начале генерального штаба высоко оценили действия лично командующего в этом сражении. Он до конца войны участвовал в боях, стал главным маршалом бронетанковых войск, героем Советского Союза в 60-е годы, а в 73-м году ему было присвоено звание «Первый почетный гражданин Прохоровки». Говоря об этой фотографии, я хочу напомнить моим землякам, что победа ковалась не только в окопах, тяжелым трудом, кровью и потом, за рычагами боевых машин, но и в штабах. Нервное напряжение, ответственность, тяжелый труд, размышления, правильно или неправильно принято решение. Все это давило на этих людей, но они все выдержали, они смогли. И вместе с своими войсками привели нашу армию к победе в мае 45-го года.